Я тащусь от этих брекетов. Насколько они меня бесили первое время. У нас осталось очень много чупиного корма, который ему не подходит. Вот такую коробку слепили. Даже одну коробку Саше пришлось идти на мусорку взять. Очень удобно, что не надо никаких этикеток. Все, отпустите, я не собираюсь тут только. Я не собираюсь тут только быть. Предложение, от которого нельзя отказаться. Да. Нам достался вот такой адвент-календарь. Длинной. Вы видите? Он еще такой длинный, длинный, длинный. Вот. Идеально получилось. Идеально. Мордочка вот сюда. Просто идеально. Я доволен в итоге. Еще много приятных моментов впереди, я думаю. Привет, ребятки. Просто я в последнее время обожаю сниматься. Чтобы все видели мой второй подбородок, мои привлекательные брекеты. Хотела сказать, аппарат на польском. Брекеты-аппарат. Вот такие вот. Посмотрите, там и дзон кожу где-то составлял. Но на самом деле я хотела сказать, что я просто обожаю свои брекеты. Вот именно брекеты. Мне не очень нравится, как меняются зубы. Ну, потому что прошло еще мало времени, и я как-то раньше видела свои зубы более ровными. Но да, у меня была проблема с этой стороны. Зубы вот этот торчал, двойка моя. Но сейчас он как бы торчит вниз. И у меня вот так... Я не знаю, как объяснить. Чем вообще-то вы сами видите. Вот здесь видна щербинка. Здесь зуб равняется, и он становится ниже, чем все остальные зубы. Но вот так это не двигается, ребята. Будем наблюдать за ними. Надеюсь, они когда-нибудь станут в нужное направление. Тут дырка осталась. О, ребят. Короче, тут работа непочатый край. Очень чувствую, как зубы сейчас поменяли положение. И у меня нижняя челюсть с верхней, именно передними зубами, не сходится. Ну, то есть вы-то видите, что она сходится. А у меня вот тут вот я чувствую... То есть я не могу... Я могу что-то укусить. Ну, например, тонкое, не знаю, макарон какой-нибудь, да? Но я его откусить не могу. То есть он у меня... Там большой вот такой промежуток между зубами. Короче, вы поняли? Ребят, очень важная информация. Не могу откусить даже макарон. Точнее, ну, она не кусается из-за того, что там вот большой промежуток. Но я надеюсь, что эта сила скоро станет на свои места. И все будет хорошо. Сашка, ты веришь в успех ортодонтического лечения? Ну, вообще, ребят, я тащусь от этих брекетов. Насколько они меня бесили первое время. Потому что зубы ужасно болели. Я не могла ничего есть, никакие вкусняшки. Вообще, не то что вкусняшки, я даже мечтать о вкусняшках не могла. Сейчас я просто... У меня уже все зажило. Мне такой кайф. Ну, единственное, что кусать не могу. Ну, с этим я справляюсь. Но просто мне нравится, как это эстетически смотрится. Так прикольно. Но зубы просто забор. Массакра, да? Нет? А Саша говорит, что он ничего не видит. Но на самом деле это очень видно. Он просто... Потому что боится испортить мои нежные чувства. Да блин, иди так сказать. Сашка, скажи правду. Ну, видно же, что зубы забор. Ну, если сравнивать, ну, как было, то есть разница. Есть, конечно. Ну, это же для чего-то все-таки нужно. Ну, почему вот этот зуб меньше вот этого? Ну, очень, например, интересно. Вам, ребята, интересно? А вообще, мы тут занимаемся отправкой посылок. И на Беларусь мы уже отправили... Нет, вчера. Вчера мы отправили на Беларусь посылку. И сегодня мы на Ол Икс продали старый чупин-корм, который ему не подходит. А мы купили его очень много. Получается, что у нас осталось очень много чупиного корма, который ему не подходит. Он новый абсолютно. Больше 4 килограмм сухого. И вот тут еще получается 6 банок по 800 грамм. Я не показала. Почти 5 кило. Очень много корма. Просто излепили... От пива. Не буду говорить, вы сами знаете. Из ГГ и палок. Из Коке. Короче, ребят, выставили объявление вчера, а сегодня уже купили. С утра купили сухой, и вот вечером купили мокрые. Сутки. Ну, просто мы и выставили по хорошей цене, поэтому быстро. Просто вот такую коробку слепили. Даже одну коробку Саше пришлось идти на мусорку взять. Ну и шо, ребят, такого? Да, чупик? Ну, у нас... А что нет? Ну, это лучше, чем отправлять. Да. Просто какой-то пакет скотчем замонтан. Не знаю, че. И плюс мы во все... В сухой мы положили подарок, тоже сухой корм, открытый. Да, там... Там не хватает 100 грамм. Да, 900 осталось из килограмма. Ну и дали бесплатно. Да, а в эту мы положили бесплатно... Ну, не бесплатно, а в подарок пеленки, которые там тоже не хватает на штук 10-6. Да, причем я посмотрел, эти пеленки стоят почти корм. Ну, целая пачка. Сколько? Больше 30 злотых. Ой, нафига сел? Да, поэтому у нас там где-то еще на 20-25 злотых осталось. Не, ну на самом деле просто у нас все открыто. Пеленки уже Чупи не нужно сколько. Парушку использовал. Но он особо, знаете, их не любил в детстве. Он проходил мимо. Корм как раз для щенков, поэтому пеленки актуальны, я думаю, будут. Че нюхает собака? Чупи! Чупи! Ты просто нюхаешь? Ну, правильно, он просто нюхает. Ничего не грызет, просто нюхает. Вторая коробка выглядит тоже классно. Вторая коробка тоже. Коробка из-под кофе. Там и чем-то заклеено, замокано. Номер? Да, очень удобно, что не надо никаких этикеток. Но мы уже рассказывали, какая Польша продвинутая страна в этом плане. Ну. Вот так вот. А Чупи в недоумении. Че это его корм? Пахнет вроде моим. Да. Но мне не дают. Все, Чупи, прошляп... О, потягушки. Чупи! Он у нас сегодня немножко вредный получил, нагоняя. И теперь такой, знаете, типа обиженка. Я с вами не разговариваю, я не реагирую. Но он сам виноват, да, Сушка? Да. Вот такие дела. Конечно, мы уже пожалелись 15 раз. Ну, а Садок, ты остался, скажи, Чупик? Да? Да я не понимаю, почему мы ядзонку увозят. Почему увозят ядзонку? Ой, ты сюбокий, ты... Нам в Инстаграм, я выставила Чупсика в Инстаграм, а нам написали, что... Несколько человек написало, что мы очень похожи с Чупсиком. Представляешь, Сашка? Да. Внешне. А внутренне. Я больше... Я согласна с тем, что он больше с нами похож по характеру. Особенно с Сашей. Вот Сашей... Ой, вы везде. Похожий. Похожий. Молосатый. Ну, да. А вообще, ребят, настоящие мои волосы очень кучерявые. Такие длинные. Типа как у Чупсика. И такого же цвета. Мы одинакового цвета с Чупиком. Одинакового колора. И я уже давно, конечно, их выпрямляю. И всякое такое. Хотела рассказать, короче, у меня в колледже, когда я училась, там пару месяцев называли Пуделю. У меня кличка была. Но, слава богу, она не прижилась. Короче, всё идёт к тому... Нет, всё шло с тех времён к тому, что у меня будет... И у Сашки будет... Ну, я ещё тогда Сашку не знала. Пудель. Сашка. Видишь, как всё честно в этом мире? Как всё связано? Кто такой привлекательный, обаятельный? Уска поправь. Как можно на него долго злиться? Всё, отпустите! Я не собираюсь тут... Я не собираюсь тут только быть. Так я не понял ничего, почему всё раз и всё увозят? Почему всё... А покажи свои классные лапки! Покажи... Ой, какие маленькие лапки! Чупи! Чупи! Жадина говяды не даёт лапки. Чупи! Дай лапку! Молодец! Ты такая умная собака, да? Я умная собака. Я самая умная собака. Вот так вот. Чупи-чупи. Такой сладкий, ребёнок. Такой ещё хороший. Готовый снимать в вечность. У меня зубы любят. Парази... Паразировать! Паразировать он любит! Позировать! Дай лапку. Молодец! Сюпер собака! Что ты мне свой класс показываешь? Яйцонку давай! Да? Яйцонку давай! Да мы же просто так на тебя работаем. Пока мы тут запаковывали вот эти коробки, на фоне у нас... Чё-то мы заскучились по осло. Решили посмотреть влоги про осло. Так прикольно, если чё-то, ребят. Вот это первая часть. Ниже вторая. Мы уже на второй части, как вы понимаете. Не знаю, мне очень прикольно. А тебе, если что, понравилось? Ну да. Ностальже. Путешествия классно. Да-да. Вообще иногда прям хочется чё-то посмотреть из определённого времени жизни, да? Типа, что там было напомнить? О, ничего себе! Уже и забылось. Да-да. Когда-нибудь надо первые дни чупсы как-то пересмотреть. Да-да. Когда он поймались. Писунька увезти. Писунька увезти. В одном из прошлых видео мы начали засаливать мясо. Сейчас оно уже готово, просолилось. Мы его сейчас закручиваем. Одна уже есть. Один ролл. Колбаска. Второй закручиваем. И будем вешать, сушить. У нас солилось 4 дня. Для этих кусков это достаточно. Ну я на глаз всегда. Ну максимально 4 дня. Больше я не солила никогда. И всё нормально. Не, не смотрите на эту тряпку. Эта тряпка рабочая. Она мясная, пропитана мясными соками. У нас только такая тряпка. Другой, к сожалению, нет. Я уже не знаю, сколько раз мы солили, стакан не сложили. Да, просто плотно заворачиваем, перевязываем. Покажем. Мы заворачиваем вот таким способом. Ну любыми. Ну мы такими. А люди могут любым. Если кто-то вообще кому-то это надо. Ну, ребят. Если мы показываем, значит надо. Логично. Вот так вот. Как блинчик. И вот такой аккуратно заворачиваем. Может не надо так много слоёв? Ну фиг знает. Но мы всегда так делаем. Да. И у нас ещё есть такие нитки рабочие. Верёвки. Не знаю. Откуда они у нас? Из кого-то подарок. Может подарок реально. Так. И вот так вот завёзиваем. И просто, как знаете, такую сосиску перетягиваем. Вот так вот. Раз. У меня достаточно помощь. Здесь нужна помощь. Ну и короче, примерно вам покажу, как это будет выглядеть. Вот так вот очень сильно, очень сильно. Да, перетягиваем. Вот такой рождественский подарок. Ну да. Получилось, как рождественский носок такой. И вот так, ребят, вирусим на батарею. Вот здесь Саша под нос прям. И вот так я потом буду переворачивать. И будет видно, как она будет усыхать. Места будет тут очень много свободного между этими нитками. И всё. Всё. Минутка рекомендационно, рекомендента и так далее. Ребята, это приправа. Я её просто обожаю. Она настолько вкусная. Она так подходит. Во все, во все, во все блюда, которые только мы добавляли. И в курицу, и в рыбу, я не знаю. И так что-то тушить. Ну, короче, отлично. Мне очень нравится. Она, знаете, такая солёненькая. Вот такие складники. Очень классные. Мне нравятся. То есть, вот здесь вот написано. И там, знаете, что очень классно? Там такие кусочки помидоров. Сейчас я вам покажу. То есть, внутри приправа выглядит точно так же, как и на картинке. И вот эти вот красненькие. Не знаю, ну это либо сублимированный кетчуп, либо сублимированные помидорки. Там написано помидорки сублимированные. То есть, это так вкусно. Всякие травки, какой-то засушенный чеснок. Ну, короче, ребят, не знаю, настолько мне нравится. Мы уже купили, не знаю, сколько упаковок. Они так быстро заканчиваются, к сожалению, только 25 грамм. Не знаю, уже штук 15, наверное, купили. Заканчивается, мы сразу бежим за нами. Очень классно. Я когда её куда-то добавляю, я сама тоже облизываю. Так вкусно вообще. Она ещё косолёненькая. Ммм, ням-ням-ням-ням-ням. Просто супер, прям. Вот она прям вот так вот идёт, вот так вот по язычку. Так вот, всё, 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 всё так прям работает. И там прям фейерверки вкусов. Не знаю, обожаю. Просто обожаю. Привет. Чупи, Чупи. Чупи, поздорови. Эй. Эй, ты лопать такой. Я сейчас буду речать, как я. Ох, разум. С кучей дел, кучей дел. Лишь бы не в камеру. Да, да. Так, у нас тут новиночка. Небольшая. Привет, рождественская. Как раз в тему. Не так давно на днях нам написала, не знаю, подписчица. Ну, она нас когда-то смотрела. Ну, мне кажется, она нас из Ютуба узнала, эта девушка. Да. И она как раз была... Вот. Нет, ну, она нам помогла немножко с записью на карту Пагута. Мы там упоминали уже. И тут каким-то счастливым совпадением у неё было предложение, от которого нельзя отказаться. Да. Мы не смогли отказаться. Покажем, что это. Да. Смотри. Нам достался вот такой адвент календарь. Длинной. Вы видите? Он ещё такой вот такой длинный, длинный, длинный. Там бутылки по 330 миллилитров. То есть реально... Да. Такого. Да. И вот такие вот пивусики там. Ну, я честно говоря... Так, спасибо за кадр. Ты... Ты чё облизываешь, ребят? Такой, такой... Сашка в камеру. Облизнула. Короче... Очень приятный бонус. Вообще. Мы не ожидали, но мы не смогли отказаться, потому что... Я спросила у Саши. Говорю, мне написала в Инстаграм вот эта девушка с таким предложением. Тебе интересно? Саша говорит, конечно! И она говорит, приезжайте забирать. Мы приехали и забрали. И Саша уже... Было несколько окошек открыто? Да. Вот. Идеально получается у нас. Идеально. Мордочка вот сюда. Просто идеально. Чупи. Ну чё, откроем какой-нибудь? Да. Вчера ты уже открывала, и давай сегодня. Какой-нибудь? Ну и... Давай Чупи выберет. Как вчера. Чупи вчера так смешно выбрал носиком. Да. Чупи. Чупи, выбери. Да выбери, как вчера выбрал. Чупи. Ну кого? Пупси. А что вот тут вот? Что вот тут вот? Посмотри. Ну чё, Пси? Там ты уже вчера выбрала. Другое выбирай. Я не понимаю, что от меня хотят. Всё, Саша, выбирай сам. Мы до него не дождёмся. Можем сегодняшнее, можем. Давай. Вчерашнее. Семнадцатый. А может уже открыть было? Может. Двадцать третий, тринадцатый, пятнадцатый, седьмой, шестнадцатый, четырнадцатый. Давай четырнадцатый. Какая разница? О, что же она? Фрайбургер. Из фрайбурга, наверное. Из бургера. Под бургеры, наверное, идёт. Здесь какие-то очень прикольные. Малоизвестные пивоварнии. Более локальные, региональные. Интересно, потому что такое пиво, я думаю, даже не в каждом магазине в Германии можно найти. Возможно, даже и вообще не найти. Именно вот в формате такого календаря. Я доволен в итоге. Ещё много приятных моментов впереди, я думаю. Да. В очередной раз спасибо огромное. Большое спасибо. Вообще, да. Это был офигенный подгон. Он вообще такой большой, тяжёлый. Сашка вчера тащил. И Чупик тащил. Точнее, мы и Чупика. Так, он балуется. Всё, ладно, будем закругляться, а то Чупик... До следующей встречи. Нихой! Дальше. Чупик атакует. Всё. Всё.